смотрите какие но они одни 15 долларов и они мне большие больше не вижу таких такого другого размера так вот выбираем между этим хорошие удобно сейчас еще рыбок померяю и томи хилфигер есть еще посмотрим хилфигер неплохо но когда хожу прям как-то чуть ну короче жестковато типа мягче у меня в том году такие были я их в россию убила назад не привезла что-то меня сбило в магазине недоснимала короче купила я вот такие вот тапочки 19 долларов 20 я до сих пор отправляю посылки в россии но дело в том что я не спешу потому что они отправляют 25 числа каждого месяца короче конфеток еще андрею купила вот такую вот футболку сайте и такую бейсболку наса всяких еще там жевачек конфет надеюсь думаю завтра может быть оставлю если я все соберу переберу коробки мне оля привезла вот а сейчас вечер греем суп потому что мы не обедали будем ужинать пришли новости откуда вообще не ждали сейчас позвонила медсестра и он или был контакт что контакт был на протяжении 15 минут и на расстоянии 6 фит но это считается здесь безопасным расстоянием но это походу опять автобус потому что в классе опять позвонили только нам это уже второй раз перед новым годом у нас было по моему до 24 ноября да 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 мы были на карантине когда он или было день рождения короче сидим до 2 февраля дома не гимнастика не ну причем лев может ходить в школу потому что у нее контакта с больным не было если он или будут это сами мой мир с тупой это медсестра так нельзя говорить она не виновата это правило такие понимаешь маня где ухо свинячий сегодня моник купили свежее ушко ты его съела что ли уже вот такие у нас дела вы не поверите позвонила медсестра уже два часа наверно прошло как она первый раз позвонила позвонила медсестра и сказал извините уж что произошла ошибка они перепутали автобусы и уныли не было контакта с ковид завтра в школу да привет на народ сейчас налево повернем давай привет народ еще раз дела а сегодня я посмотрела оля которая была с нами гадала она тоже завела youtube канал ссылку внизу я оставлю еще не зашла тоже посмотреть и она мне напомнила что есть такие магазины clear от 70 процентов офигеть как я вовремя приехала а комиссионки это типа ну секонд-хенд только то люди вещи свои приносит как бы сдают на продажу а магазин имеет процент но это не типа goodwill а где всякое барахло а здесь не все принимают мы с полиной как-то приносили сюда вещи и у нас даже не все приняли там определенные бренды вот в общем очень хорошие вещи я сегодня сюда приехала у них клиренс 70 процентов не могу сказать что мне что-то надо мне нужен дождевик я бы посмотрела обувь но если скидки 70 процентов то мне наверное много надо так что пошли конечно музыку у них меня ругают за авторский наверно короче я иду к размеру своей обуви это будем считать наверное 8 8 с половиной 8 с половиной и и и и и и все что я намерила беру куртку гулять с моникой 14 долларов я надеюсь на все скидка у них и рубашку беру такая рубашечка легкая полупрозрачная стоила на 20 долларов маршинс я беру за 9 еще померила такого вальфлорен ну как-то не очень понравилось как сидит прикольная рубашка и ботинки оказались не тем чего не казалось но вальфлорен 35 долларов за мячом 160 чуть-чуть потертые малюсенькие чего еще показать господи какая страсть 25 долларов и такой раритет мне кажется старый гучи 85 долларов винтаж такой может и не винтаж не наверно винтаж пуговичка фига себе 900 баксов богата блин тяжелую дебят вообще вот эти мне тоже нравится 45 седьмой размер 45 баксов 600 баксов шанель луи виттон такие поношенные 700 баксов узнаете 300 баксов бушненькие 45 все что я намерила беру куртку гулять с моникой 14 долларов я надеюсь на все скидка у них и рубашку беру такая рубашечка легкая полупрозрачная стоила на 20 долларов маршинс я беру за 9 еще померила такого альф лорана ну как-то не очень понравилось как сидит прикольная рубашка и ботинки оказались не тем чем они казались я лично Тридцать пиногов. За мячом сто шестьдесят. Чуть-чуть потёртые малюсенькие. Чего вам ещё показать? Господи, какая страсть. 25 долларов. Какой-то такой раритет, мне кажется, старый. Гучи. 85 долларов. Винтаж такой. Может и не винтаж. Не, наверное винтаж. Пуговичка и ключи. Фига себе 900 баксов. Но богато. Блин, тяжёлые ребята вообще. Вот эти мне тоже нравятся. 45. Седьмой размер. 45 баксов. 600 баксов. Шанель. Луи Виттон. Такие поношенные. 700 баксов. О, узнаёте? 300 баксов. Бушненькие. Тоже какие-то такие. 45. Рядом магазин Майклс. Ну, всякие товары для творчества. Скоро День Валентина. Продаются во всех магазинах вот такие вот наборы. Наборы карандашей. Стикеров. О, я знаю, что это. Точилка, стёрка. Какие-то хрен его знает. Кубики какие-то. Мыльные пузыри. Конфеты. Ну, неважно. Потому что дети в школе готовят друг другу валентинки. В пакетиках. В пакете. Каждый пакетик фасует какие-то одинаковые наборчики. Каких-то вкусняшек. Безделушек. Куча неэкологичной пластмассы. И дарят друг другу. Фу, дышать нечем маски. Ну, всё для Валентина Дэй. Конвертики. Открыточки. Печати. Блёсточки. Мне нужна ручка. Я не помню, здесь они продаются. Это, конечно, мечта для художников. Ой, мне, наверное, Полинке нужны карандаши какие-то, может, купить. Сейчас я ей позвоню. У неё, по-моему, из большой коробки что-то кончилось. Это какие-то, я не знаю даже, что за карандаши. Тут я нарисовала. А мне нужно купить гелевую ручку. Но, по-моему, гелевые ручки у них были не здесь. Но, по-моему, уже здесь. Мне нужна гелевая серебряная, потому что она пишет на ткани. Что я не помню, какую я брала. Вот эту вот я брала, да. Мама вчера купила синтезатор. Готова? Готова? Давай, готова. Я Эдику на день рождения подарила DNA тест. И вот уже конец января, а мы всё забываем наплевать в баночку. Дело в том, что, видишь, всего вот столько надо. А, да? Это не до конца. Там пустота. А. А потом как-то его закрыть надо, да? Крыжечкой типа. А, не помню. Ладно, инструкция. Потом сюда опустить надо будет. Там вот там какая-то жидкость есть ещё. А. Вот это откручиваешь. Иди к нам, Моня. Нелли, всё, оставь Моню, положи расческу. Тихо. А, прокалываешь потом. Да. Так, короче, ладно. Вставляешь в пакет. И заклеиваешь. Так. Не чистить зубы. Набрать слюны до линии. Закрыть, проколоть. Закрутить. Открутить, закрутить, засунуть. Зубек отослать и загрессироваться. Всё. Давай. Ты снимать не можешь? Да, я буду снимать, как ты плюёшься в баночку. Короче, Наталья вчера пришёл тест при мне. Мы ездили по магазинам. Что-то Наталья. А, Наталья. Наташа. Всё предсказуемо. Она на 99,6% славянка из центральной части России. Остальное из Сибири. Нелли. И там какая-то маленькая доля азиата есть с ней. Но, что более интересное, у неё там нашлось полторы тысячи родственников. Ну, где схожесть там ДНК в процентах. И самый ближайший родственник, который нашёлся, это девушка Елена из Техаса, которая ищет родственников в России. У неё какая-то не русская совсем фамилия. В общем, Наташа вчера и написала. А там есть фотографии. И у неё схожий ДНК с ней на 50%. Господи. Она отдала своё разрешение, да? Да, да, да. Мы тоже. Вот. И на 50%. Мои-то все на Аляске. Вот мы их найдём. Ищи. Вот. Лев, пары плевков не хватает. И, короче, они нашли. А её муж тоже Мэтт сдавал. Он что-то там на много-много процентов. Типа 60 ирландец. А вторая часть его это сицилиец. Ну и там европейцы всякие. И полтора процента Армении. Так, я почти справился. Ну всё, ладно. Всем пока. Клюй. А Семки папи? Ну и расскажу, да. Это Семки папи, да. Сайт 23andme. Вот. Я купила... Купила этот тест за 99 долларов. Это с 50% скидки. Потому что я на Чёрную Пятницу покупала. Вообще тест ДНА просто по твоей родословной стоит 99 долларов. Но этот тест ещё и на здоровье. То есть там к чему предрасположенность у организма есть. И он стоит 200. Ну так как 50% скидка. Чёрная Пятница. В общем... А здоровье тоже будет? 99. Да, да, да. Здоровье тебе тоже тут всё расскажет. От чего ты, скорее всего, умрёшь. Так вот, пришла вот такая вот коробочка с инструкциями. Я зарегистрировалась уже на сайте. Эдуарда зарегистрировала, просканировала код. И сейчас мы вот это наплюём, закроем. Завтра я отправлю. И будем ждать на сайте результатов. Где-то около месяца. Угу. Угу. Всё, хватит? Да. О, жидкость пошла, пошла, пошла. Так, это всё смешалось. Оно в процессе смешается. Ну, а вылилось, да, всё? Да, всё вылилось. Накручивается и накручивается. Как интересно. А ты знаешь ещё историю, что сейчас в Калифорнии судят, так его называют, маньяк Золотого Штата? В общем, в 60-е и 70-е орудовал маньяк. Он и убивал, и насиловал женщин. И, что бы вы думали. Е-е-ей. Передают надёжные руки. Вот. И его какие-то, по-моему, племянники решили сдать, вот, значит, в этой компании свой тест ДНА. Бах, пришло совпадение, что... Ну, то есть ДНК у полиции была этого маньяка. И пришло совпадение. И понятно стало, что это родственники маньяка. Это туда нужно и заклеить. Кого? Ну, я сейчас всё сделаю. Положи. Вот. И так поставь сюда. Да, я расскажу историю. Окей. Я могу? Да, иди. Можешь съесть котлету. И преступника поймали. Сейчас он уже дед. Ну, ещё нормальное состояние, чтобы его судить. Поехали! Поехали! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Продолжение следует...